Сочи Хоккей Опен Сочи Хоккей Опен Здравствуйте, Юлия. Марьяна. Михаил. Андрей. Иван. Иван, ты откуда? Я из Сахалина. Из Твери. Из города Тюмень. Иркутск. С Владивостока. О, так вы наверняка за Адмирал болеете? Угу. А за кого? Вообще не за кого, просто так посмотреть первый раз приехали. Ну, ЦСКА больше всего символизирует любовь, хоккей, страсть. Ну, за хороший хоккей. Я за Авангард. Кто любимый игрок в ЦСКА? В ЦСКА, ну, из всех тех, кто играл, вот Телегин мне очень нравится. О, сегодня Телегин будет играть за Авангард в курс? Да, я в курс он перешел. Угу. За него будете болеть? Да. Тарасенко. Ммм, за кистевой бросок? Ну, да. Друзья, буквально 10 минут назад закончился первый матч Лига Става Хоккей Сочи Опен между сборной России Ю-25 и Авангардом. Надо сказать, что хоккей по-настоящему летний. Первые два периода не особо получалось много создавать. Было много борьбы, толчи, какого-то брака. Но все это мы списываем на летний хоккей. Команду обменялись заброшенными шайбами. Россия забросила в первом периоде, Авангард сравнял во втором. Но вот третий игровой отрезок получился настоящим, огненным. Сборная России быстро сумела забросить две шайбы и повести со счетом 3-1. Но Авангард тут же вернулся. Сначала Арсений Грецук со входа в зону от борта идеально попал в дальний угол. Затем Ридбуше, выйдя на вершину, в одно касание в девятину послал шайбу ворота 3-3. И вот казалось, что сейчас-сейчас. Но в итоге Авангард не сумел дожать, несмотря на то, что сборная России Владимир Филатов даже взял таймаут в какой-то момент после двух заброшенных шайб. В итоге Матвей Мечков сделал передачу на своего партнера Дмитрия Бучельникова. И тот, немножко подработав шайбу с кистей в дальний угол ворот, Василий Демченко отправил шайбу. И этот гол стал решающим в этом матче 4-3. И это при том, что Авангард в концовке третьего периода играл 5 на 4, 5 на 3. Но Сергей Иванов, защищавший ворота сборной России и обороняющиеся игроки команды Филатова, сумели отставить свои ворота. Таким образом, Россия побеждает, забирает победу в основное время, а Авангард уже завтра примет участие в следующем матче. Слушай, ну как тебе вообще первый матч? Ты сегодня настоящий герой, поймал шайбу на себя на предсезонке. Как вообще, опиши, как ты изнутри был момент, как ты его чувствовал? Я просто увидел, что защитник выкатывается, и так получилось, что никто на него не вышел. Решил сесть, ногу даже не вытягивал, он сам в нее попал. Сначала непонятно было, потом, когда захотел встать, я не смог встать, больно было. Ну ладно, пройдет. Друзья, вышел на улицу, чтобы немножко перевести дух, и хотел вам сказать, что не надо сильно расстраиваться и делать какую-то трагедию из поражения Авангарда в первом матче. Все-таки команда еще под нагрузками, и я уже начал читать какие-то мнения о том, что вот, там, плохая вратарская бригада, там, Рибыкин и прочее. Команда здорово сегодня действовала, в нужный момент даже включила, сумела отыграться. Я думаю, что цыплята по осени считают. Давайте лучше залетайте ко мне в комментарии, пишите свое мнение по первым матчам турнира Лигы Ставок Хоккей Сочи Опен, и мы с вами пообсуждаем это все, и вообще по ходу сезона будем смотреть, как Авангард и как другие команды вообще меняются, и есть ли какой-то прогресс. Я думаю, это будет очень интересно. А сейчас мы пойдем смотреть матч СКА Динамо-Минск. Следующий матч игрового дня тоже начался нерезультативно. СКА и Динамо отыграли первый период без голов, а вот во втором стало веселее. Сначала Степан Звягин после потрясающей передачи Горбунова поразил открытый угол ворот Александра Самонова. Динамовцы повели 1-0. Но радость минчан продлилась недолго. Буквально за две минуты СКА отыгрался. После наброса от новичка питерской команды Александра Никишина, Захар Бардаков подправил шайбу на пятаке. До перерыва подопечные Романа Ротенберга смогли реализовать большинство и выйти вперед. Шайба на счету Михаила Воробьева. Миша не остановился и в третьем периоде уже на второй минуте сумел оформить дубль, увеличив преимущество в счете для своей команды. Окончательный же результат в матче установил Артем Федоров, который поразил ворота после передачи все того же Воробьева. Уже после окончания основного времени команды сыграли овертайм 3 на 3 и пробили по пять штрафных бросков. Заключительный матч игрового дня был между Сочи и Адмиралом. Команду начали очень дерзко. То и дело вспыхивали потасовки и даже состоялась первая драка на турнире. Адмирал захватил преимущество с самого начала матча. Счет открыл Святослав Гребенщиков. За пять минут до конца первого периода сочинцы смогли отыграться, реализовав большинство, отличился Никита Точицкий. Далее, в каждом из следующих двух периодов Адмирал очень быстро забрасывал шайбы. Здорово, проявили себя легионеры. На старте второго периода отличился новобранец влогевостокской командой Рудольф Червеный. А на второй минуте третьего периода шайбу забросил Михаил Крестов. Ближе к середине третьего отрезка Сочи. Усилиеме Василия Глотова сократило отставание в счете. Показалось, что хозяева зацепятся в концовке за ничье. Но подопечина Леонида Тамбиева классно реализовали большинство. Вновь отличился Михаил Крестов. На самом деле, с самого начала матча можно сказать, что Адмирал выглядел предпочтительнее. Они были легче, бежали быстрее. Поэтому то, что они по итогу выиграли 4-2, выглядит абсолютно закономерно. Спишем все на летний хоккей. И в целом можно сказать, что первый день Лигы Ставок Сочи Хоккей Опен удался. У нас время уже 11 часов. Мы здесь на арене с 10 часов утра, то есть уже 13 часов. Поэтому, честно говоря, уже сил особо нет, чтобы что-то говорить. Прошу вас посмотреть видео до конца, поставить лайк. Обязательно прокомментируйте, какая из команд вам больше всего понравилась, на что стоит обратить внимание. Не забывайте, что в прошлом видео все еще идет розыгрыш, в котором можно выиграть кепку континентальной хоккейной лиги от атрибутика Клаб. Уже в следующем выпуске Алексей Бадюков озвучит своего любимого игрока на этом турнире. Поэтому участвуйте, побеждайте. И самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok